Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. Послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию изменило программу материнского капитала. Продлился срок ее действия до 2026 года. Появились новые категории получателей мат-капитала. Об этих и других изменениях нам расскажет управляющая отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева. Роза Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! С этого года в программу материнского капитала вносятся существенные изменения. Расскажите об основных. В рамках реализации послания президента Российской Федерации 1 марта текущего года подписан федеральный закон за номером 35, который развивает программу материнского капитала. Первое – это, вы уже сказали, программа продлена до 31 декабря 2026 года. Второе – расширяется круг лиц, имеющих право на меры поддержки в соответствии с материнским капиталом. Впервые право на дополнительные меры государственной поддержки предоставляется женщинам, родившим или усыновившим первого ребенка с 1 января 2020 года. Право на материнский капитал также будут иметь мужчины, которые усыновляют, одинокие мужчины, которые усыновляют первого ребенка. Если решение суда по этому лицу вступает после 1 января текущего года. Также увеличен размер материнского капитала, определен для определенной категории, конкретные размеры. Если рождается первый ребенок после 1 января текущего года, устанавливается размер материнского капитала 466 617 рублей. Если в этих семьях в последующем рождается второй ребенок, размер материнского капитала повышается на 150 тысяч, то есть семья получает 616 617 рублей. А в семьях, в которых второй ребенок рождается после 1 января текущего года, размер материнского капитала устанавливается уже в размере 616 617 рублей. Мы подробно разобрали ситуацию с рождением детей, но я знаю, что есть еще и другие изменения, которые немаловажны. Расскажите о них, пожалуйста. Действительно, еще есть изменения. Это касается упрощения процедуры получения сертификата. Что касается оформления нотариального обязательства, оформления в общедалевую собственность на членов семьи. В последующем, при распоряжении средств материнского капитала, такое обязательство уже не требуется. В законе указана обязанность родителей, приобретающих или осуществляющих строительство жилья, путем использования средств материнского капитала, обязанность оформлять в общедалевую собственность всех членов семьи. Об этом гражданин при подаче заявления на распоряжение средств материнского капитала на улучшение жилищных условий уже указывает, что он уведомлен об этой ответственности. Это очень важный момент. Приходилось ходить, нотариально заверять. Время тоже на это тратилось. Также в целях предоставления дополнительных возможностей упрощения процедуры получения этой государственной услуги оформление сертификата на материнский капитал, то есть предоставление права на материнский капитал будет осуществляться в дальнейшем на беззаявительной основе, то есть в проактивном формате. Органы пенсионного фонда, получив сведения из Единого государственного регистра ЗАГС, уточняют, значит, маму идентифицируют. Тут также будут использования средства и других, сведения и других ведомств, такие, которые выгружены в Единую государственную систему социального обеспечения, конечно, страховой номер индивидуального лицевого счета самой матери, и будет оформляться сертификат. А как мама должна понять, что она имеет право на получение сертификата? Вот, конечно, мама, она, наверное, действительно хочет интересоваться. Тут также можно в упрощенной форме, либо через единый портал государственных услуг, либо через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда, может посмотреть, вообще право у нее определено и в каком размере. Если будет необходимость получить выписку, он может сформировать и выписку из личного кабинета гражданина. Но также сохраняются те, ранее которых были у нас в порядке, может обратиться в многофункциональный центр, либо в клиентскую службу пенсионного фонда. Очень удобно, кстати. Расскажите, а изменения в части распоряжения средствами будут какие-то? Тут также внесены изменения, дополненная возможность направления средств материнского капитала в рамках улучшения жилищных условий на строительство жилого дома на садовом участке. При этом необходимо будет обязательно, нам надо знать право на данный земельный участок, либо за отцом, либо за матерью закреплено. И также имеется разрешение на возведение жилого дома на данном участке. Этих документов нам будет достаточно, и гражданин, имеющий сертификат, может распорядиться по этому направлению. Расскажите еще, если говорить об использовании капитала, что наиболее востребовано? Куда материнский капитал все-таки женщины предпочитают направлять? Ну, по настоящее время предпочтительно все-таки многие семьи направляли средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. В принципе, эти 66 тысяч семей в нашей республике этим воспользовались. Почти 25 миллиардов направлено в рамках вот этой задействия данной программы. Ну, надо заметить, с прошлого года расширилась численность лиц, распоряжающихся на обучение детей. Прежде всего, у нас это связано было с тем, что средства материнского капитала можно направить на оплату за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. Здесь надо заметить любого ребенка, не только по случаю рождения, который выдали сертификат. Также надо сказать, что можно и в муниципальном, и в частном детском саду. И вот когда родители направляют на содержание детей, мы не дожидаемся достижения ребенком трехлетнего возраста. В других случаях, конечно, вот когда на обучение старших детей направляется, мы, конечно, вот эту норму выполняем. Ну, вот есть у нас и новые нормы, которые вступили в силу в 2018 году, которые предусматривают направление средств материнского капитала на ежемесячные выплаты, денежные выплаты. В случае, если в семье среднедушевой доход в 2018 году не достигают полуторакратной величины прожиточного минимума. А вот с этого года эта норма изменилась. С 1 января текущего года вот этот размер увеличен до двукратного прожиточного минимума. Но если цифровом вот назвать, семьи, в которых среднедушевой доход не достигает 20 268 рублей, они имеют право получать в виде ежемесячных денежных выплат. Кстати, между прочим, за январь-февраль у нас уже оформили 250 семей ежемесячной денежной выплаты. Причем сам размер тоже увеличился по сравнению с прошлым годом. Сегодня ежемесячные выплаты, значит, составляют 9541 рубль. Все-таки я хочу еще отметить, значительно сокращены сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала и также сроки определения права на материнский капитал. После того, как пенсионный фонд получит сведения из ЕГЭР ЗАГС, в течение пяти дней должно определить право на материнский капитал. В том случае, если нам нужны будут дополнительные сведения, другие их ведомства осуществляют запрос, также и другим ведомствам, если ранее они в пятидневный срок оформляли вот этот запрос, отвечали на него, то сейчас срок один день им отводится. Также срок распоряжения средствами материнского капитала сокращен тоже почти в три раза. Мы теперь в течение 10 дней должны такое решение выносить. Что ж, спасибо вам большое, Роза Алексеевна, за беседу. Я напоминаю, у нас в гостях была управляющая отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева. Приходите к нам еще. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»